Где установить памятники выдающимся химчанам? Как должен выглядеть главный краеведческий музей Химок? Как привить молодежи любовь к истории своего города? Глава Химок Дмитрий Волошин встретился с активистами краеведческого общества. Обсудили новые планы, где разместить архив и как развивать внутренний туризм. Мы, химчане, должны участвовать в строительстве и расширении нашего города. То есть план генеральной конструкции, глава сказал, что я не могу его сделать без участия химчана. И он предложил всем активистам, всем организациям принимать посильное участие. Даже чтобы установить памятник, нужно согласовать это с горожанами, потому что они знают, где это лучшее место, где это лучше выбрать, заслуживает ли этот человек в этом районе или в другом. Никакого регламента и ограничений на выступление. Главная цель такой неформальной встречи – получить обратную связь от краеведов. Сегодня встреча носила действительно неформальный характер. Это располагало людей высказаться, потому что не так просто за одним столом с главой города говорить о том, о чем вы думаете. В данном случае сегодня, мне кажется, это получилось, потому что были и критические замечания, были и предложения, были и какие-то пожелания, и рассказ о том, что у нас сделано, уже наработано. Чтобы наладить работу по оцифровке исторических материалов, ускорить процесс по восстановлению памятников и улучшить коммуникации между администрацией и активистами, в Химках создадут рабочую группу. Сделаем группу. Создать группу в социальных сетях обязательно, там, контакт, значит, обменяться данными, имейлы, телефоны, да, и мой рабочий мобильный тоже оставить. Второе – мы создадим повестку вопросов, которые на этой комиссии нужно будет обсудить. И эта повестка, и вся эта деятельность, она будет освещаться у нас, то есть к вам будет приходить бумага, вы будете видеть такие-то вопросы по нашей теме, будут обсуждаться там-то, там-то. Это очень удобно, потому что у нас появится порядок. Через две недели проведут еще одну встречу с краеведами, более предметную. Также обсудят планы на 80-летие Химок. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.